Итак, мы на первой заправке, Голл, я на ней заправлялась раньше регулярно, и вот на ней вот такие вот цены. Очень-очень сильно взлетела цена, фактически на все. Дизель по 2.08, 95-й по 2.05, 98-й по 2.11, а 100-го я в принципе вообще здесь не вижу. Вот, едем дальше. Продолжая копею с бензиком и с ценой на бензик в Германии, хочу сказать, что цены продолжают уверенно расти. Сегодня я вот еду по делам и заехала на Shell. Заправляться я здесь не буду, потому что как бы здесь цена выше, чем на тех заправках, на которых, которые я проезжала. Вот, но вот такая вот история. Ну что ж, поедем дальше, будет дальше заправки. Вот, сниму следующее. Так, вот подъезжаю по пути, еще две заправки. Заправка Jet, на которой сейчас покажу, какие цены. И дальше, по-моему, Aral, если не ошибаюсь. Так, вот, смотрим Jet. Здесь, в принципе, можно заправляться, потому что плюс-минус такая же цена на той заправке, на которой заправляюсь обычно я. Вот, и следующая заправочка отсюда, конечно, уже видна. И там, по-моему, цена... А, это дизель, да. Дизель дешевше. Вот, в районе Макдональдса. Что хочу сказать. Мы девочки балованные. И привыкли, что нас заправляют. Вот. А здесь такого нету. Здесь как бы... Как бы-как бы. Будь добр. Заправляйся сам. Вот такая вот история. Самое главное правило это... То, что объяснил мне мой муж. Съемка, конечно, такая себе. Подозрительная. Это то, что... Когда ты заправляешься, извините. Когда ты заправляешься, самое главное... Короче... Нажать. Что нажать, куда нажать. Вот, вот эту вот историю здесь. На пистолетике нажать. Но я, честно говоря, не нажимаю. Почему? Потому что... Я не умею аккуратно отпускать. И мне потом очень-очень больно, когда я отпускаю. Вот. Поэтому... Такая вот история. Вот цены. Я обычно заправляюсь где-то на 100-120 евро. Около того. Но я на машине нечасто здесь езжу. В принципе, нет нужды. Что очень сильно сейчас спасает. Велик всему голова. Что я хотела отметить. Это то, что у нашей машины в Одессе, ну, в Украине расход был 24 литра. Не спрашивайте, что это за такой КамАЗ. В общем, расход был 24 литра. Здесь за счет качества бензина, октанового числа в нем, у нас расход 14. Поэтому, в принципе, сказать, что мы по деньгам попадаем на большую сумму, чем это было в Украине, это не так. Не попадаем. Вот. Все, что я могу сказать. И это не может не радовать. Так, вот еще одна заправка. Я уже заправилась на предыдущий. Еще одна заправка. Цена, в принципе, такая же. Но я все равно остановлюсь и покажу эту цену. Да, у меня украинские номера. Люди очень удивленно смотрят. Так, что по цене? Цена вот такая вот. И это вот эта вот заправочка. Клинкар. Здесь можно помыть машинку. Ну и, собственно, вот заправиться. Цена такая же, в принципе, как я и сейчас заправлялась тоже. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok